Для любого танцора С каждой новой встречи у культура батл растет не только количество участников, но и их география. В Уфу приехали танцоры из Стерлитамака, Салавата, Челябинска, Иваново, Тюмени и других городов. Много участников из столицы Башкирии. Именно здесь находится школа танцев «Культура», которая организует батл. Объединились мы по общим интересам. То есть у нас все преподаватели очень любят современный танец, урбан. Это хип-хоп, это брейк-данс, это хаус. И мы очень хотим это развивать. То есть у нас одинаковое представление. Вдохновляют ребята. Вот что здорово. Есть, конечно, трудности в организации, это да. Но когда видишь ребят, которые приезжают, насколько они вкладываются потом энергетически в свой танец, сколько они отдают, остаются такие очень приятные ощущения, такая волна подъема. «Культура батл» вызывает интерес как у взрослых танцоров, так и у начинающих. Граница между детьми и взрослыми внутри соревнования – 14 лет. Всего в рамках батла четыре номинации. «Хип-хоп-кидс», «Брейк-кидс», «Хип-хоп-про» и «Брейк-про». Но и это ограничение никак не умаляет опыта участников. Например, хип-хоп-танцор «Малый повзрослел», который стал лучшим среди ребят до 14, занимается танцами уже 6 лет. «Я тренил, готовился. Ну, блин, конкурс крутой. Я получил удовольствие. Это реально было круто». Участники признаются, самое ценное для них – это возможность поймать нужную волну и поделиться своим настроением с другими. Никита из Иванова рассказал, что буквально живет под музыку. Он может оттачивать новые движения, готовя завтрак или занимаясь домашними делами. «Мне очень нравится вообще вот эти все батлы тем, что ты выходишь, на тебя очень смотрит много людей, и это внутри очень сильно подпитывает, потому что ты чувствуешь это». Многие подчеркивают, что культура батл для них – это место, где будет комфортно самовыражаться. Некоторые танцоры, которых пригласили организаторы, уже ведут мастер-классы и набирают себе учеников. Залог успешного выступления – это опыт преподавателя, поддержка близких людей и мастерство самого танцора. «Хочется просто классно потанцевать на самом деле. Люблю новые места, люблю новый вайб, и я благодарен за возможность быть здесь и поделиться своим хип-хопом с людьми, которые здесь обитают». Выступать перед зрителями – это трудно, но не менее трудно судить участников. Особенно, если вы знакомы за пределами танцевальной площадки. Значение имеет не только правильность движений, но и то, насколько точно человек может донести свою эмоцию, мысль и настроение. «Это же дело случая. Я высказываю свое мнение по поводу их в данной ситуации, в данное время». «Я смотрел именно на то, как танцор может раскрыться сам. То есть, сможет ли он преодолеть какие-то свои границы, свои рамки». «Эмоции, вот, они начинают преобладать, а тебе нужно забыть о эмоциях и смотреть на то, на реальность, так скажем, как ты учениц танцевал». «Для танцевального сообщества очень важен диалог и возможность увидеть, как исполнители улучшают технику от выступления к выступлению. Для кого-то танцы – это работа, для кого-то – глоток свежего воздуха. Но, безусловно, для каждого – это образ жизни». «Очень большой заряд энергии». «За счет того, что я слушаю музыку, я всегда в танце». «Танец, живу танцем». «Все, что у меня в жизни появлялось, появляется и, дай бог, будет появляться, это часто соприкасается с танцем». «Это моя жизнь – танцы». «Это образ жизни, наверное, так». Евелина Бронникова, Денис Габасов, телеканал ЮТВ.